Приветствую вас. Понимаете, Надя? Дело здесь заключается в том, что само понятие достоинства, да, само понятие достоинства мужчин, да, оно ведь выстраивается на основании своей собственной формы достоинства. То есть, что я понимаю по своим достоинствам, то я буду видеть и в других людях. Вот. Понимаете, какая штука. Поэтому, когда говорят, что женщина не видит достойных мужчин, это говорит о том, что у неё проблемы с сознанием, восприятием и чувствованием своей ценности и своей достоинства. И она выбирает таких людей, которые могут подчеркнуть её достоинства в той форме, в какой она воспринимает его сейчас. Понимаете? То есть, вот, к примеру, та же Таня, будучи успешной, будучи обеспеченной, будучи красивой, будучи умной, выбирает мужчин, ну, мягко говоря, вот как её недостойных, да, её недостойных. Но она может быть с этими мужчинами счастлива. То есть, может быть счастливым человеком, который не кажется достойным. Потому что достоинство, это всё-таки сравнивание. То есть, вообще, идея, идея о достоинстве человека мне не очень нравится, потому что она какая-то слишком такая материалистичная, сравнительная. Мне не нравится эта идея. Вот, мне больше нравится идея о том, насколько вот человек счастлив сам по себе, и кого человек хочет делать счастливым, опять же, сам по себе, да? Вот, например, успешная женщина, она, как бы, другой успешной женщине род. И одна успешная женщина хочет делать счастливым неуспешного мужчину, а другая успешная женщина хочет делать счастливым только более успешного мужчину. И тут, как бы, каждый выбирает сам. И у того, и у другого есть последствия, у тех и у других отношений есть свои плюсы и минусы. Но всё зависит от того, как человек воспринимает своё достоинство. То есть, насколько человек воспринимает свою ценность и как он её видит. То есть, эээ, как бы, у ценности есть эээ, качество, у ценности есть уровень, эээ, и у ценности, и у ценностности есть направленность. Вот та же Таня, она, например, эээ, вот, будучи успешной, она воспринимает свою ценность, эээ, ценностность как то, что она чего-то добьёт, как то, что она чего-то достигла. И она видит мужчину, эээ, который не успешный, и она думает, блин, вот я его сейчас, например, эээ, там, образумлю, я его сейчас там вот покажу ему, как может быть, и он станет там, ну, он раскроется. Да? Он раскроется. Я не говорю об отношениях, когда через людей, там, пытаются свои какие-то проблемы решить люди. Вот. Эээ, он раскроется. И она что-то для него делает. Он либо раскрывается, либо нет, но если Таня чувствует себя в этом счастливой, она будет это делать, и вот до сих пор пока она перестанет себя быть счастливой. Кхм. Оттого Таня что-то для этого мужчины, мужчины, мужчины делают. Кхм. Кхм. Делают. Кхм. И всё. Вот. И, эээ, бывает по-другому, когда, ээээ, Таня добивается успешности, например, и, ээээ, говорит, ну, просто как бы думает, что вот я добился успешности, и я, эээ, хочу сделать, эээ, счастливым, эээ, там, мужчину, который, эээ, более успешен, чем я, например, да, там, что, ну, помню, вот, добился, вот, ему, вот, типа, он, ну, он достоин по её мнению, вот, да, вот. Вот. Ну, тоже выбор человека. Вот. Поэтому, ээээ, сама идея достоинства мне не нравится. Вот, 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 ээээ, мне не нравится, как, ээээ, унифицируется, шаблонизируется, если угодно, ээээ, сама идея ценностей, 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 и ценностей человека. Мне очень это идея не нравится, то, как, как вы это всё представили, как вы, ээээ, представили у себя в эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Да нет его достойных, нет достойного мужчин, не существует достойных людей, существует людей, которых мы в соответствии со своими ценностями хотим делать счастливыми, и всё. Кого-то больше, кого-то меньше, и вот как бы суть такая. А достоинства, недостоинства, достойные, недостойные, это уже из разряда больше про шаблон и стереотип мышления, понимаете? Вот. Другой вопрос к вам, Надя, почему этот вопрос будоражит вашу психику? Это первое. Второе, если вы не можете устроить свою личную жизнь, нужно разбираться, в чём как бы причина этого. Не знание по психологии изучать, а именно терапией заниматься, потому что не знание по психологии помогает человеку осознаннее быть, а своё собственное знание о самом себе, о том, как формируются мои процессы в моей психике помогают лучше действовать. Помогает лучше действовать развитие эмоционального интеллекта, то есть понимание того, что я чувствую и правильное выражение этого. Вот. Они базовые, они психологические знания, которые вы получаете, которые ваши проблемы никак не решают, которые только долгают вас в сторону персонализации и интеллектуализации, в общем-то всё. Вот. И по большому счёту знание, если оно вот такое, оно ведёт к обесцениванию. Вот. Так или иначе. Вот. Дальше. Значит, вот вы пишите, значит, предположим, что женщина не везёт в любви. Ну не может, не может, понимаете, не может не везти в любви. Потому что не может любовь быть связана с удачей. Ну не работает это так. Вот не работает. Не работает это так. У психологически, скажем так, гармоничного человека, у целостной личности это так не работает. Человек просто чувствует, кого он хочет наиболее сильно делать счастливым, с кем человек раскрывается как представитель своего гендера, и всё. Ну в соответствии, со своей ориентацией. И всё. И вот здесь получается любовь. Это не какая-то такая, знаете, прям вот лотерея, где вот выпал, а не выпал. То есть, ну да, да. Любовь, любовь, это само понятие любовь. Что такое любовь, да? Тут есть как бы страсть, есть эротическая любовь, есть духовная любовь. Три вида любви, например. Вот. И что вот понимать под любовью? Вот духовная любовь сразу не появляется. Духовная любовь появляется там после нескольких лет. Вот. Эротическая любовь, ну да, она чаще всего, чаще всего встречается. Вот перейдёт эротическая любовь в духовную любовь или нет, это никто не знает. Вот. Но это и не лотерея, это зависит от того, насколько люди близки, насколько люди раскрываются друг другу, насколько они вот воспринимают эту самую близость из себя и друг друг друга. То есть, это, опять же, не везение, не везение. Поэтому везение, не везение в любви, это просто, ну, просто уход какой-то от самого себя, от природы чувств, от природы человека. Дальше. Предположим, если когда встречаются не те мужчины. Ну и что значит не те мужчины? Да, вот это вообще предполагает, да, вот когда есть такое выражение, тот не тот мужчина, тот не тот человек. Это уже предполагает какое-то такое материалистическое предметное отношение с людьми. То есть, не естественное, шаблонное восприятие людей. Ну люди же это не товар, люди же это не предмет, люди же это не что-то материальное. Дальше. А, значит так. Не подходящие для построения гармоничных отношений. Ну, есть сразу вопрос, а гармоничные отношения зачем строят? А есть гармония в самом человеке? Не ставить опять же целостную личность своей целью построить гармоничные отношения, потому что она сама гармоничная. И она сама отвечает за построение отношений гармоничных. И будь то мужчина женатый, пьющий и прочее, все равно с ним будут отношения гармоничными для целостной личной личности. Потому что это осознанный выбор, быть в этих отношениях. Вот и все. Дальше. А-а-а, так, либо пьющий, либо просто дураки. Ну вот что значит просто дураки вообще? Загадка. Как-то, что-то оскорбление прям. Возникает вопрос, что она с ними семью создать не может. Возникает вопрос, а зачем семья? Вот, зачем семья? Как может быть семья быть объектом желания? Семья может быть ценностью, да, но не объектом желания. Потому что объект желания, это всегда удовлетворение определенных потребностей человека к семье, отношения вообще не имеющих. Э-э, все психологи в один голос говорят, что это осознанный выбор, он предопределен, предликтован внутренними установками, блоками и прочей каши в мозге. Да, да, это идея, я так понимаю, сценария. Да, но в общем, в общем-то это очень грубо сказано, да, и разные психологи, они подходят по-разному. То есть разные школы психологически по-разному это все воспринимают. Вот, поэтому говорить, что все психологи в один голос утверждают, ну это было бы, наверное, несправедливо. Далее, она выбирает недостойных мужчин, потому что недостойных не вмещает. Значит, если первым вариантом понятно, а вторым я зависаю в догадок, хочу, чтобы мне как-то этот алгоритм объяснили. Э-э, ну вот, да, начинается рационализация, Надя, начинается рационализация, попытка как-то вот это все понять. Вот, знаете, это вот то, что называется бедой психологических знаний, поступающих на не совсем здоровую, не совсем, так сказать, безакцентрированную почву, скажем так. Да. Э-э, каким таким образом женщины не замечают достойных мужчин? Ну, я уже все, в принципе, сказал об этом. Э-э, Таня даже не загадывает за существование природы замечательного власть. Только они пересекаются на улице, становятся как голодук и буквально физическими невидимыми, в шапке невидимых. Тогда у вас не догадывается, что они там, нет, у вас все может догадываться. Это что они танец, танец, потому что у вас все в порядке с ценностностью, своей собственной ценностью и восприятием ценностности в других людях. А Таня, она не видит просто, потому что у нее ценностность вообще совсем по-другому устроена. По словам, они танец формируют мысли в форму, которая не позволяет их даже познакомиться с глазами. Они постоянно расходятся по разным пропинкам, ходят разными дворами, работают на разных предприятиях. Нет, это из области вообще метафизики. Э-э, Таня и Вася могут быть знакомыми за собой, но Таня кажется, что Вася плохой. Да, если как раз восприятие ценностности, ценностности своей и ценностности других людей деструктивное. Э-э, Таня знает Вася и знает ее хорошую, но Вася она почему-то не нужна. Может быть ее подсознание подключает программу поведения, чтобы Вася ни в коем случае ее не полюбил. Вы понимаете, здесь у вас какое-то очень упрощенное вообще понимание любви. Любовь, она, как правило, на первых этапах эротическая или на страсте. Или, ну, физиологическая, эротическая или духовная, да? Эротическая любовь, это любовь к характеру, характерологическая любовь, скажем так. Вот, поэтому, что вы здесь складываете под выражение программы, что вас я не полюбил? Сексуализация! Ну, опять же, это страхи. То есть вот, Таня, зная, что вас вызывает у нее какие-то чувства, свои страхи блокируют сексуализацию. И, в общем-то, это, чем это отличается от вот тех, от того, что вы писали в первом варианте. То есть, по сути, по сути, второго варианта нет. Есть первый вариант. Только. Есть только первый вариант, с которым вы согласны. Второй вариант не существует. Это не психология. Второй вариант. Понимаете? Это все. Поэтому так важно психологии именно учиться, а не, ну, то есть, учиться в университетской среде, проходя, при этом, обязательно, там, различные тренинги, личную терапию, может быть. Вот. Это очень важно. А не так, как вы это делаете. Дальше. Таня знает, что вы очень хорошие, на этом все. Чуть внимания не испытывает, прикидывает знание на его хорошее. Да. Такое может быть. Такое может быть. Потому что знать и чувствовать, это разные вещи. Это разные вещи. Ооо. То, что вы говорите, ее воротит от него на физическом плане, это вы говорите больше про отвращение. Отвращение, это, конечно, немножко другая история. Отвращение, это, все-таки, механизм защиты. Что-то неприятное Тане завоевать. Да. Чтобы ее не воротило. И это нужно разбирать. На этом все, Надя. Не заморачивайте себе голову подобными вещами. Разбирайте непосредственно свои проблемы через личную терапию. Вот. Либо занимайтесь профессиональным обучением, да. И в данном случае у вас в голове будет еще большая каша. Вот. Я вам желаю удачи. Всего самого доброго. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего. В качестве лучшего. В качестве лучшего. В качестве лучшего. В качестве лучшего.